Сотни людей собрались в этот день на трагическом для России месте. Здесь в период с августа 1937 по октябрь 1938 года было расстреляно и погребено 20 762 человека. И это только те, чьи имена установлены. Вера Эльмаровна Крайнова приехала в составе делегации из русского района. Здесь похоронены ее родственники. Моя семья пострадала, я еще, мама в животике уже была врагом народа. Папа арестовали 5 февраля, а 6 марта я родилась. Сын, дочь, жена врага народа. Многие из тех, кто сегодня здесь, носили это клеймо долгие годы. И сейчас время, когда, как сказал директор музейного комплекса Бутова Игорь Горьковый, надо учиться собирать камни и начать идти по пути созидания. Нам важно не только знать их имена. Нам нужно понять, какую Россию мы потеряли в этих людях. Потому что каждый из этих людей был носителем определенных ценностей. Это были самые разные люди. Но многие из этих людей были наследниками вот той великой исторической России. В 70-х годах сотрудниками КГБ здесь был посажен яблоневый сад. А в середине 90-х эта территория была передана Русской Православной Церкви. За это время здесь выстроили два храма, провели огромную исследовательскую работу. Мы надеемся, что этот мемориал станет важным шагом в увековечении памяти тех многих наших соотечественников, которые пострадали в годы лихолетия, в годы советской власти, как на Бутском полигоне, так и во многих-многих местах. Потому что эти люди, тогда пострадавшие, это наши корни, наши духовные корни. На полигоне похоронены представители более 70 национальностей, люди разных вероисповеданий. Хотя большинство все же православные. В день открытия сюда приехала семья Сергея Васильева, который выделил большую часть средств на сооружение мемориала. Его дед Виталий Петров был расстрелян здесь в декабре 1937-го. На священие мемориала приехала и вдова Александра Солженицына Наталья Дмитриевна. Сегодня она продолжает дело своего супруга, возглавляя фонд его имени. Сказано в Евангелии, что царство, расколовшееся само в себе, не устоит. Поэтому у нас один путь, нам надо объединяться. Но объединяться можно, нельзя примиряться через забвение. Память, она абсолютно необходимый шаг на пути к этому единению. В конце аллеи каждый мог позвонить в колокол, музыка которого, как скорбный плач, всех тех, чья жизнь была сломана политическим террором 20-го века. Татьяна Брылова, Владимир Бижонов, Елена Кошелева. Видное ТВ.